154 обращения по итогам прошлого года поступило в адрес уполномоченного по правам ребёнка в Ненинском округе. Лидерами стали вопросы права на образование, социальное обеспечение и семейное право. Эти данные озвучила детский омбудсмен Римма Галушина в ходе рабочей встречи с главой региона Игорем Кошиным. Докладывая о деятельности уполномоченного по правам ребёнка в Ненинском округе, Римма Галушина говорит не о достижениях, во главе угла проблемы. Ведь дети должны устрадать меньше всего. 154 обращения за год – цифра внушительная. Приходилось отрабатывать жалобы, которые касались права на образование детей-сирот и разрешать конфликтные ситуации в образовательных учреждениях. Говоря о вопросах семейного права, детский омбудсмен отметила рост обостряющихся конфликтов во время разводов. Правовая безграмотность родителей приводит к тому, что часто не решаются вопросы определения места жительства ребёнка во время разводов. Ещё одна проблема – социальное сиротство. Работа по подготовке к восстановлению в родительских правах проведена в 50 семьях. Здесь я бы отметила пассивность глав муниципальных образований в этом вопросе. Дело в том, что, например, я приезжаю в населённый пункт, отрабатываю с определёнными семьями, готовлю уже практически родителей восстановление в родительских правах. Но поскольку семья не получает должного сопровождения далее, то результат не достигается непосредственно восстановления в родительских правах семьи. Римма Галушина отмечает, в некоторых муниципалитетах и вовсе не владеют ситуацией о составе семей, которые проживают в их поселениях. Для усиления этой работы на уровне муниципальных администраций по поручению главы региона должны быть созданы специальные комиссии. Но появились они далеко не везде. В аутсайдерах – Пёшский, Великовисочный, Шоинский и Антикский сельсоветы. Не владеют информацией по количеству родителей, лишённых родительских прав, и, соответственно, они и не ведут работу с этой категорией лиц. Это Пёшский, Шоинский, Великовисочный, Антикский, Диманский, Тевисочный и Малоземельский сельсоветы. То есть тоже немало. Немало, большое количество. Дальше. Очень меня удивило то, что некоторые вообще указывают, что семей, находящихся в социально опасном положении, нет на территории поселения. Значит, эта информация у меня пока предварительная, потому что не из всех ещё поселений я... Ведению этой работы отметила Римма Галушина. Глав муниципальных образований научат на семинаре, который пройдёт в марте. В целом, динамика по детям-сиротам в регионе положительная. На сегодняшний день в базе данных числится 321 ребёнок-сирота. Из них 74 человека находятся в учреждениях, остальные – в замещающих семьях. Безусловно, всё, что связано с темой сиротства. Есть у нас проблемы по предоставлению и квартир детям-сиротам. На этот год у нас есть определённые планы. Я надеюсь, что мировая конъюнктура не подведёт, у нас не будет резких провалов по доходной части. Хотя сложный бюджет в этом году у нас принят. Тем не менее, если мы планы задуманные сможем реализовать, то мы частично эту проблему, конечно же, решим. Ну и, безусловно, отношение к детям-сиротам по нашим учреждениям должно быть совершенно особым. Ну и то, что мы с вами говорили, надо как-то посмотреть, на каком уровне выработать меры действительно общественного порицания к семьям, к родителям, которые не занимаются воспитанием своих детей. Кроме того, глава региона обратил внимание детского омбудсмена на необходимость мониторинга предоставления услуг в учреждениях дополнительного образования в условиях софинансирования. Ещё одно поручение касается мониторинга качества и доступности питания в образовательных учреждениях региона.